Продолжение следует... Девушка уже написала заявление в полицию и намерена судиться с салоном красоты. Она не заметила. Чувствует она себя и физически, и морально, понятное дело, не очень. Физически вроде как... Ну вот копна волос. Копна волос, да, это вот произошло как раз тогда, спустя несколько дней после окрашивания. Она сделала себе, конечно, сейчас аккуратную стрижку, чтобы хоть как-то скрыть залысины. Но в любом случае волосы продолжают выпадать. Это мы даже своими глазами сегодня видели. Ну а моральные ощущения тут тоже понятны. Все-таки для любой женщины наверняка это не очень приятно. Тем более, когда это происходит после похода в салон, где тебя должны по определению делать красивой. Вообще же она рассказывает, что произошло это все в конце ноября. Она покрасилась. Потом, спустя пару дней, начали волосы сыпаться. Потом еще там спустя около недели она помыла голову в очередной раз. Ну и расчесать волосы просто она после этого не смогла. Я предлагаю послушать, что она рассказывает. Она начинает мне драть мои мокрые волосы. Не распутывая, а просто начинает их вытесывать, драть все эти узлы. Только вечером она мне показала, что у меня с правой стороны все лыса. То, что она мне выдрала волосы. На что я у нее спросила, зачем она мне волосы выдрала. Она ответила, что волосы у меня отпали из-за комка, который у меня был на голове. От тяжести выпали все волосы. Ну, Лиза, наверное, сейчас самый популярный вопрос. Где это было, хотя бы в каком районе, чтобы, не знаю, ориентироваться нашим телезрительницам. Как вот это объясняет парикмахер? Что они говорят? Вообще было ли у них такое подобное? Мы называем название этого салона. Мы пообщались с мастером салона. Она называется «Он блонд», находится в Покровке на улице Мужества. Сама женщина-мастер говорит, что вины своей она не видит в этом. По объективным причинам, что все эти проблемы начались спустя две недели после непосредственного окрашивания. Если бы все-таки сама процедура была виновата, то это бы проявилось наверняка заранее. Ну, кстати, возможно, в этом тоже есть своя правда. Мы, конечно, никого сейчас не обвиняем. Мы выслушали обе стороны. Но вот она говорит, что, скорее всего, клиентка сама после процедуры неправильно ухаживала за волосами. Вот что рассказала мастер-парикмахер. От того, что покрасилась и так закататься не мог волос. Тем более две недели прошло. Было бы через три дня они закатались. Тогда это от покраски. А тут две недели, да, можно помыть хоть чем. Хоть чем угодно. Что они так скатались, как войлок. Как валенок. Можно помыть волосы, закрутить наверх и спать лечь, не прочёсывать. И вот он и будет несколько дней не чесать, и он закатается. Вот и всё. Ну, такая ситуация, да. Вроде действительно, одни, говорят, всё сделали, как полагается. А в итоге то, что вышло. Лиза, ну что дальше теперь намерена делать в этом салоне? И сама девушка, что она, какие шаги предпринимала? Ну, в самом салоне сейчас говорят, мы ждём, что скажет полиция. Девушка уже написала заявление в полицию, опять же, в Роспотребнадзор. Мы уже позвонили сегодня тоже в полицию. Отделение по центральному району приняло заявление. Уже взяли в работу, и полиция проводит проверку, как они говорят в таких случаях. Будем ждать результатов тогда, следить за этой темой. Ну, сама девушка говорит, что в случае чего, да даже не в случае чего, она точно намерена уже идти и в суд. Спасибо, я напомню, это была Елизавета Курочкина. Но вот такие случаи, когда после процедуры для красоты, за красоту ещё надо побороться, нередки. Этим летом краснояркий косметолог поставил уколы, чтобы увеличить губы. Результат на фото. У пациентки появились осложнения. Губы опухли. Девушка не могла есть почти неделю. И выходить на улицу в таком виде было проблематично. К счастью, сейчас у пострадавшей всё хорошо. Ещё один громкий в своё время случай, когда после 15 минут солярия девушка получила 60% ожогов первой степени. Что что-то не так заметила дома, когда у неё заболело всё тело, а температура поднялась до 39 градусов, пришлось вызывать скорую. Позже выяснилось, что сотрудники по ошибке нанесли крем не для защиты от загара, а для его усиления. Говорят, на зарубежном креме не было ни слова по-русски, поэтому и перепутали. В больнице закончилась история ещё одной красноярки. Она делала подтяжку лица нитями. Однако после процедуры лицо женщины сильно опухло. В итоге ошибки исправляли два месяца уже другие хирурги. Но это то, что даже самая безобидная эстетическая процедура может привести к тяжёлым последствиям, говорят врачи. Доктор медицинских наук, профессор, директор Института медицинской косметологии Сергей Кузнецов был одним из первых людей в России, кому вкололи ботокс, конечно, ради науки. Он рассказал, как выбрать хорошего косметолога, а что наоборот должно насторожить. Все такие методики, которые связаны с изменением внешности, будет проводить только дипломированный специалист, только врач, имеющий диплом не только косметолога, но и врача-дерматолога. Потому что именно на базе врача-дерматолога происходит профессиональная переподготовка на врача-косметолога. Другой вопрос, что сейчас в силу того, что в общем-то наше законодательство ещё недостаточно совершенное, очень много людей без дипломов, не то что врача, а даже без медицинских дипломов, пытаются проводить какие-то косметические процедуры, связанные с теми или иными инъекциями, и называют они себя таким, знаете, интересным словом, инъекционист. То есть это и не врач, и не фельдшер, и никто. Настоящий врач-косметолог никогда, уважая себя, уважая свою специальность и профессию, не пойдёт работать на какую-то квартиру или тем более в примитивный салон красоты, который не имеет медицинской лицензии. Это главное. То есть те люди, которые дают такие объявления и размещают свою информацию в соцсетях, это явно уже на 90%, скажем так, не врачи. Потому что врач, если он имеет опыт работы, если он прошёл все стадии обучения, он прекрасно работает в условиях косметической клиники или лечебницы. Ему не нужно, понимаете, пиарить себя, где-то в соцсетях, рассказывать, как хорошо он делает инъекции на кухне. Ну, эту тему сегодня обсуждают и в социальных сетях. Мы спрашивали наших зрителей, как вы определяете, доверяете ли вообще своему мастеру, когда обращаетесь к косметологу. Вот что пишут наши зрители. От ошибки мастера клиент не застрахован, как в салоне, так и на дому. Но в целом, конечно, не стоит доверять своё здоровье непонятно кому и где. Вот следующее мнение. У нас чуть что, сразу ошибка мастера. Ошибка врача, ошибка учителя. Если она не проверила переносимость на ограниченном участке кожи, то возможно, но все проверяют сейчас, это же химия. Ничего не могу сказать за косметологов. Есть действительно такие мастера, которые неквалифицированы и без зазрения совести берутся за работу, в которой не уверены на 100%. Но также есть клиентки, которые уже подсели на иглу и не обращают внимания на предостережение мастера. Так и в моей работе парикмахера. Чаще встречаются клиенты, которые хотят нереальное. Я просто таких клиентов не беру, чтобы избежать казусных ситуаций. Вот пишет нам сам мастер. Наверное, это очень правильно, когда и мастер видит, если это какая-то процедура, она вредит или не нужна клиенту, тоже об этом предупреждает. Но мы продолжаем выпуск, а этой теме еще вернемся. Это главная тема. Красноярка сходила к парикмахеру и осталась почти лысой. В новости ТВК обратилась жительница Красноярска. В конце ноября она сходила в салон красоты и сделала милирование. А спустя несколько дней заметила, волосы стали выпадать. Позже выяснилось, что при окрашивании парикмахер передержала краску и сожгла волосы. Девушка уже написала заявление в полицию и намерена судиться с салоном красоты. Но сейчас подробнее, что делать, если вы столкнулись с ошибкой парикмахера или косметолога. Вот что говорят юристы. Все отношения, которые у нас возникают между потребителем какой-либо услуги и ее исполнителем, регулируются законом о защите прав потребителей. И это основной закон, на который она должна ссылаться в любом процессе доказывания по этому вопросу. В любом случае, первое, что ей нужно сделать, это фиксация. Фиксация того, что действительно она обращалась в эту организацию. Каким образом это можно сделать? Это претензия, которая подается непосредственно в ту организацию, в которой ей оказали эти парикмахерские услуги. В течение 10 дней ей должен был в любом случае быть дан ответ на эту претензию. Что она может потребовать? Требования, которые можно заявлять в рамках закона о защите прав потребителей, довольно обширны. И потребитель здесь сам решает, что ему возвращать деньги за услугу или требовать безвозмездного устранения недостатков. Здесь выбор только за ней. Но в ее случае, я так понимаю, что данной девушке, пострадавшей от такого некачественного выполнения услуги, возможно потребовать вернуть сумму, которую она уплатила за оказание этой услуги. А также, если ей был причинен вред здоровью, и она это также докажет, статьей 14 данного закона регулируется имущественная ответственность исполнителя непосредственно за такой вред здоровью. И вот что пишут наши зрители. Еще раз эта ситуация доказывает то, что нужно всегда обслуживаться у одного понравившегося мастера. А не так, забежало в первую попавшуюся парикмахерскую, и сейчас очень много дилетантов. Их штампуют, как и все остальное. Нет единой стандартной системы и обучения. Кто во что гораст, но об этом говорил и наш эксперт по видеосвязи. Я знаю, есть мастера, которые 5 лет всего работают и уже обучают. Естественно, без документов. Но чему она может научить? Вот и результат. Жаль, конечно. Так интересно, мелирование очень сложное окрашивание. Там все зависит от желания клиента и цвета базы волос. Знаете, как бывает, клиент красилась очень стойким цветом, а потом захотела белые пряди. Но им иногда это не докажет, что с первого раза не получается белые пряди. Но это, видимо, уже мастера к нам подключаются к обсуждению. Виноват тот мастер, кто последний за более чем 10 лет стажа, что только не видела. Часто веря клиенту на слово, получается такая картина печальная. Теперь, когда любой человек может через интернет заказать кератин с подружкой пополам и сделать его дома, работать с осветлителем только через тест прядь, который зачастую остается в руках, то есть отваливается. Увы и ах, часто клиенты нарочно скрывают историю своих волос, а потом грозят судами, вымогая деньги с мастеров. Вот такое мнение. Раньше свеклы щеки красили, горе не знали какое, а теперь еще модницам трудное житие. Ужас, пишет наш пользователь. Индустрия красоты в России это рулетка, считает другой подписчик. Сейчас куда ни глянь, все ходят с губищами до пола. Зачем? Красиво это? Ну как сомнительно. Утки. Тут, в принципе, высказывается от тех, кто, видимо, перебарщивает с салонами красоты, с услугами их. Как можно идти в салон, если ты не уверен в профессионализме его работников? А вот у меня знакомые идут где подешевле. Светка соседнего подъезда колет или бьет бровки, к ней идут вагоном. То, чем это может обернуться, будто их не волнует. Кошмар. Ну, конечно, такое отношение к здоровью тоже удивляет. Я не делаю процедур никаких, если кому-то что-то не нравится, его проблемы. В моей внешности меня все устраивает. Мне как-то тоже волосы испортили, пришлось долго лечить и возвращать свою длину, пишет наши зрители. В целом, очень многие делятся историями. Вот тоже пишет Елена Яскевич, например, наш зритель. Мне это не грозит, все делаю знакомые, а губы у меня и свои хорошие. Ну, вот такие мнения сегодня. Напомню, что мы сегодня говорили о тех, кто пострадал от мастеров салонов красоты. Так вот, красноярка пришла на милирование и едва не осталась лысой, потому что мастер, как она говорит, передержала краску. Эксперты отмечают, что косметологические процедуры должен проводить дипломированный специалист с медобразованием. Сейчас закон, увы, не совершенен. В этой сфере много самоучек, весь интернет ими пестрит. И такие часто называют себя не врачами, а инъекционистами. Вот настоящий врач, как говорили наши эксперты, не пойдет работать в квартиру или салон красоты, который не имеет медицинскую лицензию. Ну, и опять же, не стоит идти к косметологу, ориентируясь только на картинки в соцсетях, его профили часто и они даже бывают ворованные. Ну, юристы советуют немедленно обращаться с претензией в тот салон или к мастеру, где была некачественно оказана услуга, требовать вернуть средства, или если был причинен вред здоровью, то и требовать возмещения средств. Ну, и, конечно, любой эксперт говорит, что не пытайтесь бороться со усложнениями самостоятельно и ни в коем случае не занимайтесь самолечением.